Каждый день Каждый день Каждый день А вот в реальной земной жизни Надо ли ходить святой праведной жизнью? И что такое святость, праведность? Святой праведной жизнью ходить нужно обязательно Потому что при встрече со Христом Это будет основным критерием Который будет определять Достоин ли ты вечности? Достоин ли ты быть вечно в лучшем месте? Что такое ходить святой праведной жизнью? Святой праведной жизнью это ходить угождая Богу Когда мы угождаем Богу, можно, скажем так, сказать, я думаю, самого слова «святость» бы не было, если бы не было греха. Я думаю, оно бы отсутствовало. Но чтобы очертить какую-то определенную линию, Бог говорит о том, что «будьте святы», то Он говорит о том, чтобы мы не были грешные. То есть отделенные. Да. Я думаю, что святость, я сейчас вспоминаю, вот эти две вещи. Быть отделенным и быть очистым. Отделенным от греха. Отделенным от греха. То есть границы какие-то должны быть. Да. То есть линия должна быть. Я думаю, что Он дал 10 заповедей, чтобы мы могли иметь какие-то критерии святости. Поэтому я думаю, что… Критерии святости – это 10 заповедей. 10 заповедей, да. То есть не при любодействии. Да, да, да. А если с вожделением смотришь на женщину? Ну, это уже, я думаю, что Иисус Христос… Это уже смешано. Это еще линии или как? Нет, я думаю… То есть есть… Это неправильно. То есть, скажем, есть, скажем, видимая часть и есть мотивы. Когда мы касаемся Священного Писания, то вообще Священное Писание или Бог говорит Священном Писании о видимом и о мотивах. То есть Святость, она не только снаружи, она и внутри? Да, да, да. То есть линии должны быть и снаружи, и внутри? Да, да. Потому что связано не только, скажем так, с внешним показателем, но… Хорошо, давайте примеры. Что не Свято? Вот вашим людям вы что говорите? Вот это не Свято, вот это неправильно. Ну, не Свято… Вы говорите, что нельзя делать человеку? Вообще, я думаю, по поводу Святости, что Святость – это некая свобода, которая происходит через самоограничение, когда человек сам себя ограничивает. Свобода через самоограничение. Хорошая мысль. Свобода через самоограничение, которое взращивает плоды духа и плоды любви. То есть ты свободен делать все угодно. Да, но я ограничиваю себя от зависти, от гордости, от высокомерия, от ненависти. Хорошо, приходят к вам молодые люди в церковь, одели пирсинги, хотят сделать наколки, пупики показали, штаны спустили, попки показали, и ходят вот такие расслабленные. Это Свято или Праведно, или это нормально? Кто-то когда-то сказал однажды, что моя одежда, она не приближает и не удаляет от Бога, но она показывает… Внутреннее состояние, да. Вы пытаетесь спустить майку до штанов и вытащить пирсинги? Я думаю, что есть церкви, где люди в святости находясь, и в пирсинге ходят, и в различных каких-то… Хорошо, стойте, стойте, вы говорите про ограничения. Давайте так. Я покажу, что… Может быть, Максим даже так скажет. Есть ли ограничения, вот, дресс-код? Ну вот люди уже, которые сделали эти же наколки, вот скажем, они уже сделали то со своим телом, уже это не уберешь. Но внутреннее состояние этого человека, оно святое. Но когда ты, если бы посмотрел на этого человека, внешне, ты бы никогда не сказал, что это человек… А это надо? Ну, как надо? Например, вот у тебя, хорошо, без наколок, вот девочки начинают ходить без нижнего этих всех атрибутов, маечку нацепила, чуть груди прикрывает, шортики чуть-чуть там дотягивают, чуть… Вот, знаешь, вот просто все открытое. Это нормально вот в церкви? Вот вы в церкви, ваши прихожаи… Но это не только в церкви ненормально, это вообще ненормально. Это сейчас везде так носят. Это нормально везде считается. Телек включите, все меньше и меньше одежды. Интересно, а как нормально было в Содоме и Гаморе ходить? Вот, хороший вопрос. Святость. Нам нужно говорить о святости и создавать дресс-код, или нам не нужно? Святость – это ценности. Если мы людям будем говорить о ценности Царства Божьего, то, соответственно, они будут и освящаться, и мозги у них на место будут вставать. Да, понимание, святость, да. Хорошо, я был в Израиле, только что с Израиля приехал. Почти на каждом храме написано, в шортах не входить, в майках не ходить, с голыми плечами женщинам не ходить, в некоторых местах без голодных уборов не входить, в некоторых церквях нужно шапку одеть, там эти… Платочки. Платочки. Да. Вот где грань? То есть, как вы определяете грань? Это дресс-код культуры, то, что ты сейчас говоришь. В разной культуре есть свои разные правила. А вот такая культура? Ну, а в Африке, например, там я не знаю, как они в племенах могут без одежды посещать собрания. Да? Да, если, наверное, такие есть… Нет, ну, Саша, если посмотреть… Это значит, нормально, да? Нет, я не говорю, что это нормально, я говорю, что все зависит от культуры. Саша, если он живет в культуру человеку. Хорошо, если культура такая, что нужно сделать? Нет, ну, покаялась какое-нибудь племя в Африке. Раньше одевали во фраке, когда… Ты оденешь племя или нет? О, покаялась племя. 150 лет назад, когда англичане проповедовали в Африке, они голых африканцев одевали во фраке. Я слышал, как один человек пришел в африканское племя и стал говорить, вам нужно женщины косынки носить. А у них из одежды была только набедренная повязка. Они сняли набедренную повязку и одели косынки. Нужно ли учить и говорить, это свято? Ходи в этой одежде или не нужно? Я думаю, что само… Я в нашей церкви увидел видео, когда показали, вот так правильно ходить, вот так неправильно. Не, учить святости обязательно нужно. Это учить святости или учить законам? Я думаю, что здесь, может быть, когда мы говорим… Да, понимание святости. Может быть, когда мы говорим о святости, может быть, нам говорить о здравомыслии, которое предлагает Бог для человека. И вот когда Бог говорит, вот когда мы говорим о шортиках, о вот этих прозрачных одеждах, которые вот, скажем так, люди выражают… Все неповсеместно, да? Да. Бог показывает, чтобы человек не был похож на извращенное какое-то подобие. Бог хочет, чтобы люди, они были похожи на Бога. Вот смотри, сейчас я знаю старое поколение баптистов-песятников, которые смотрят на всех современных и говорят, «Как вы смели одеть джинсы, майки и написать «Иисус любит тебя» и вообще так ходить? А где косынки? А где святость? А женщины вообще в штанах ходят? Ну, я думаю, что если святость в косынках, то тогда, конечно, проблема джинсов. Нет, вы сказали, что святость, она ограничена законом. Даже вот здесь я вижу, написал «10 заповедей». Нет, ну… У меня сразу же вопрос. В 10 заповедях написано «суббота». Свято или не свято? Субботу работают? Нет, ну в 10 заповедях не написано, что не носи джинсы, если мы говорим. Не носи платочки. Там говорится больше о внутреннем состоянии человека. Потому что, когда мы касаемся внутреннего состояния, то это выражает на нашей прическе, на нашем внешнем виде, то это или красота, или извращение, что внутри человека. И Бог, Он говорит о том, чтобы человек был чист. То есть, когда ты видишь человека, уважающий себя… Неоскверненным, да? Да. Человек, который уважает себя, я думаю, что он никогда не оденет, например, эта женщина не оденет прозрачную одежду. Мужчина точно так же, он никогда не будет одевать… Не дай Бог, чтобы прозрачную одежду одел. Хорошо. Тогда такой вопрос. Хорошо. Не оскверняет. Музыку мирскую слушаете? Фильмы смотрите? Конечно, смотрим. Есть фильмы со смыслом. Почему бы их не посмотреть? Я думаю, что святость, она вообще из другой плоскости. Это не в одежде, не в фильмах, не в еде, не в каких-то вещах. Святость – это внутреннее состояние. Не скверняйся, написали не скверняйся. Нет, нет, тут… Саша, это очень правильный вопрос, когда на что ты смотришь. Есть в Писании такие слова апостола Павла «Вы письмо, читаемое всеми». Помните об этом. Когда мы находимся в определенной субкультуре, мы должны вести себя соответственно, чтобы не раздражать людей, чтобы не быть теми какими-то маргиналами, которые раздражающе влияют на окружающий мир и, соответственно, отталкивают от себя. Нужно быть похожими на них. Дружба с миром, как там сказано? Нет, нет, дружба с миром – это совсем другое. Опять же, это про внутреннее состояние. Ты оказался в некоторой субкультуре, и в этой субкультуре нужно носить набедренную повязку и все. Ты оденешь? Я в такой субкультуре не окажусь. Ну, ты оказался. Ну, а кто-то покаялся в такой субкультуре, вот он покаялся в набедренной повязке, ходит, где-то свиней убивает, и он живет так. Ты оденешь ему штаны и майку? Мне сложно говорить о том, что я даже себе представить не могу. Я не нахожусь и вряд ли буду находиться в той субкультуре. Мне проще думать и размышлять над тем, что я имею сейчас. Ну, то есть ты считаешь, что они неправильно делают или правильно? Я думаю, что это крайние какие-то примеры. Крайние, вот просто крайние степени. Не, ну почему, Саша? Заходит проповедь Евангелия, заходит, например, на тот же африканский континент, где люди там, не поймешь, это одеты или они вообще не одеты. Это форма одежды, это никакая. И приходят и проповедуют Евангелие. Вот когда мы коснемся этого вопроса. Нужно ли с проповедью святости приносить дресс-код? Нужно ли с проповедью Евангелия приносить линию? Фильмы смотреть, не смотреть? Я задал вопрос очень четкий, да? Потому что многие обвиняют современных пасторов, говорят, а вы фильмы смотрите, передачи смотрите, музыку слушаете, все делаете. Чем вы от мира отличаетесь? Ничем. Они то же самое делают, и даже лучше ваш поступает. А мы святые, у нас косыночки видно, мы фильмы не смотрим, у нас телеков нет, у нас ничего нет, и все. Ну, я думаю, здесь тоже посмотрите. Когда мы касаемся, например, того же, что мы смотрим, скажем так. Если подходить без разбора, просто смотреть все подряд, я думаю, это сложность уже, это зависимость. Если ты подходишь и ты хочешь посмотреть что-то, тебя будет образовывать, или повышать твои ментальные или духовные какие-то качества, я думаю, ты спрашиваешь, что это за материал. Я думаю, так более здраво подойти к вопросу. И начинаешь пробовать, проверять. Ну, нет, нет, есть все равно какая-то аннотация. Все равно сепарирование-то есть, Виталий, ты же сепарируешь вопросы. Естественно, естественно, потому что ты изучаешь вообще, что ты будешь смотреть. Руководствуясь критериями святости. Потому что все, что ты смотришь, оно в тебя входит. Потом, хочешь ты не хочешь, оно в твоей памяти остается. Скажем, даже ты верующий человек, и вот, скажем так, раз как-то и, может, чего-то насмотрелся. Все равно какие-то образы остаются. Можно ли нам насаживать правила, потому что мы хотим, чтобы люди жили свято? Я думаю, есть одно правило, которое нужно насаживать, чтобы люди жили свято. Потому что святость – это не из плоскости одежды или пищи, или какой-то культуры. Святость – это из плоскости взаимоотношений. Золотой стих Библии, который ведет к святости, это Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Иисус сказал о святости. Я думаю, о святости там говорится, и путь к святости таков. Ибо во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки. Еще раз, как? Ибо во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки. Сидит наркоман и говорит, я хочу, чтобы мне давали. Братуха, на тебе вот дозу, держи. Поступай со мной так же. Ибо во всем. То есть ты сейчас хочешь сказать, оспорить слова Христа. Я просто задаю вопрос. То есть ты сейчас против вот этих слов. Даже апостол Павел оспарил слова Христа. Когда Иисус Христос сказал, поднимется и вернется в Мурю, а он говорит, толку нет, если слова поднимется, если любви не имеешь. Вот я задаю вопрос. О святости не начать святотатствовать. Да, но я не святотатствую, я задаю вопрос. Ты сейчас назвал такую тему, сидит наркоман, смотрит, вау, точно. Если я человек трезвый, и я вижу человека нетрезвого наркомана, который находится в наркотическом дурмане, я как трезвый человек не хотел бы, чтобы кто-то прогрессировал во мне наркоманию. Я бы хотел, чтобы кто-то вытащил меня, спас меня, спас душу мою, вытащил из этого ада. Нужно ли насаживать границы или нет людям? Людям нужно рассказывать о этих границах. Объяснить суть святости. Человек сам выбирает границы или ему помогают выбрать границы? Ну, помогают, конечно же. Священное Писание, я думаю, оно дает понимание этих границ, границ святости. Я думаю, что Бог уже в Священном Писании определил эти границы. Почему границы все время меняются, со временем меняются? Я вспоминаю, когда я молодой человек был верующий, мне 10 лет было, там границы были, трудно пройти будет. Теперь, смотрю, уже границы все шире, шире, шире. Раньше все на богослужении так, а теперь в джинсах уже приходят, и так приходят. И уже какие... И думаешь, это границы расширяются? Или Бог поменялся? Или что-то со святостью нашей изменилось? Культура меняется, я думаю. Культура меняется. Здесь святость ни при чем. Культура Содома и Гаморы тоже такая очень изменчивая. Я думаю, что святость – это вечное понимание, и оно не меняется, как слова Христа, которые говорят о том, что святость – это строго определенные вещи. Законные пророки – это критерий, который Бог положил. А соблюдать все, что написано в законные пророки, Иисус выразил, что можно через эту заповедь. Ибо как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Я думаю, это путь к святости. Это те ценности, которые мы должны учить в церкви, чтобы люди, поступая так, а не освещались. Нужно их получить, чтобы они сами доходили до этого момента? Или все-таки нужно, чтобы это в них вырастало через понимание, через личное откровение? Я вот смотрю, вот здесь в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 48 стихе написано. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я думаю, что когда, если мы касаемся, вот говорим, вот скажем так, превращаем Евангелие в свод правил, вот это можно, вот это нельзя, вот о чем ты говоришь, что… Легче сориентироваться же людям. Не, ну вот сейчас, а мысль закончу. И потом, когда проходит время, кажется, что границы святости, они как-то расширились. Я думаю, что нет, святость осталась святостью. Просто мы начинаем понимать больше, что такое святость. При, я думаю, что общении с Богом, новом восприятии, более свежем восприятии, понимании Бога, новых откровений. Потому что вот я смотрю, например, если взять 20 лет тому назад, люди меньше знали. Вот мое личное замечание. Может быть, я в таком кругу был. Но когда сейчас, я смотрю, что мы гораздо больше знаем, знания на земле больше стало. Ну, тебе не кажется, что вот раньше все были христиане более консервативны, а теперь больше либеральны? Ну, есть перегиб, когда, я думаю, что святость, есть местописание, чтобы благодать и милость Господа нашего мы не использовали для оправдания своих грехов. Бывает, что люди прикрываются определенными вещами, прячешься за святость, выдавая это за святость. Я думаю, что либерализм, он действительно размывает границы святости. Такое, это есть и, это же консфакт. Либерализм стал присутствовать в жизни современной церкви? Я говорю, в ангельской церкви. Свободы больше, возможностей. Либерализм, это, наверное, что-то другое. Если говорить о либеральных церквях, они были, и они приходят сюда. Консервативные становятся либеральными. Ну, я думаю, если коснуться, вот взять более конкретно, например, взять ту же одежду, к примеру. Человек в шортах пришел на служение. Это не говорит о том, что он грешник. Это может быть жаркий климат и так далее. Ну, вот такой человек. Вы пустите его в церковь? Конечно же. А если он каждый раз будет ходить шортах? Да ну пусть ходит, даже хоть зимой придет. А в трусах? Ну, я думаю, трусы, это уже нужно человеку сказать. Придет в плавках. Ну, сказать нужно, что нужно одеть. Жарко. Нет, но есть тоже понятие нижнего белья, и есть понятие, когда есть верхняя одежда. То есть летом, то есть мы знаем, что в жарких странах, вот взять тот же Израиль, например, скажем, там как люди одеваются? У них уже одежда. С кондиционерами там холодно, когда кондиционерами все накачает. Я думаю, святость это также тема из плоскости взаимоотношений, взаимоотношений с Богом. Да, я смотрели на святого человека, говорю, вот он, у него какие отношения с Богом. Святой должен выглядеть святым. Вот. А еще могу сказать. Святой должен выглядеть. Святой выглядит святым. Взаимоотношения святого. Хорошо, я иду по улице в Америке, вижу пьясятницу русскую или баптистскую. Я знаю, это пьясятница. Ну, потому что... Идет харизматка, не узная ни в жизнь. Кто это, верующая, неверующая. Вот должно быть отличие? Должно быть отличие. Святые, говорят, видно сразу. Да, как святого должны видеть? Вот. Наши взаимоотношения с Богом являются отражением наших взаимоотношений друг с другом. Если мы говорим о святости, как о том, что находится в плоскости взаимоотношений с Богом, то прежде всего это не одежда, не косынка и не отсутствие ее. Это наше отношение к нашим ближним. Я понимаю. Ибо как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. В разной культуре по-разному люди одеваются. Амиши, амиши вот в таких шляпах, на конях, пуговицы у них нету, потому что считается это гордостью. Электроники нет, ничего нету. И я посетил их поселение. Минониты, амиши вот из одной отсюда они уехали туда, в Америку, и живут на немецком до сих пор, говорят все. И они как бы закрылись вот в вакууме своем. Для них все не свято. Пуговица. А считалось, пуговица это как гордость. Она выпирает пуговица. Все, что выпирает, это гордость. На завязочках, до сегодняшнего дня, на лошадках. Все своими руками работает. Все делают, все делают сами. А если кому-то дом нужно построить, все строят дом. Никаких кредитов там нету. Все вот общиной живут. Вырос, женился, вот тебе дом, на. И вот интересная вещь, они, почему они сказали, что весь мир осквернился, они приехали в Америку, что весь мир во зле, и что им нужно жить свято. И вот они живут своим сообществом амишей и любят Господа, молятся, молитвы каждое утро повторяют, всей семьей живут, при свечках живут до сегодняшнего дня. Ну вот в этих размышлениях мы можем стать такими же, если мы будем назначать какие-то дресс-коды и тему святости тащить вот в какую-то материальную плоскость. Тема святости, она находится в другой плоскости, в плоскости взаимоотношений. В взаимоотношений с Богом, взаимоотношений с ближними, в плоскости взаимоотношений любви. Если ее вытаскивать сюда, то вот можно достичь вот каких-то таких крайних манер, вот крайней какой-то такой степени, вот о которой ты сейчас говорил. Я думаю, что если коснулся вот тех же эмишей, я думаю, что я видел их, и мне вообще тоже интересно было вообще посетить вот это место. И я даже там попросил, чтобы молока купили. И вот там настолько все грязно было. Вот Америка, вот все Америка цивилизованная, как только повернули в их сторону все, как будто я попал в Казахстан, какое-то вот бездорожье какое-то, сразу вспомнил. Даже американская машина не выдерживала этих колебаний. Ну, доехали мы, мы увидели и грязь, и все. Вот мы даже купили в них молока. И я смотрю, это же братья и сестры мои. Вот у нас один Бог. И когда купили молока, принесли домой, в холодильнике даже, оно недолго хранилось, оно быстро прокислое. Я так просто посмотрел, думаю, как эти люди живут. Вот они считают, что они живут правильно, что даже электричество не святое. Вот, вот, я думаю, что... У них здоровое молоко, нормальное молоко прокислое в следующий день. Да, да, да. А у нас это не молоко. Я специально попросил. Но там, там и грязь была, там антисанитария полнейшая была. Просто мне интересно было своими глазами это все увидеть. Эти все кареты со знаком «Уступи» на задней стенке. Мне просто было интересно потрогать это. Вот увидеть и потрогать. Я просто посмотрел, думаю, что они остановились. Критерии святости трудно определить вот именно на их жизни, вот, что они остановились во времени. Они изолируются, они вакуумны. Они с мною куда-то каяться. Они не развиваются. Для них, они в тех же соломенных шляпах, в тех же жилетках. Вы поймите, что мы вместе с информационной кашей проглатываем столько ахении, столько всякой ереси. И это становится убеждением. Сегодня то, что говорят, завтра станет убеждением. Может быть, действительно, церковь должна немножко изолироваться и дистанцироваться? Я думаю, что церковь мудрее должна стать. Церковь должна идти в этот мир и достигать этот мир. Потому что... Не схавать всю их кашу. Нет, 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 нет. Не схавать и святой идти и проповедовать в этот мир. Я думаю, что самосвятость, она, скажем, не выход вообще как-то выйти. То есть мы должны вхавать все, что предлагает нам мир. Нет. Нет. Знаете, вот я когда вчера смотрел, где-то увидел, были в одном месте, и там увидел, Абба поет, группа Абба. Я помню, нам с детства говорили, Абба, это сатанинская группа, они сатанисты. И они такие, они просто антихриста прославлены. Они просто, потому что они были очень популярны, все их любили. И из-за их популярности, ну, как бы христиане стали считать, что они чуть ли не сатанисты. Что люди с ума сходят. Я сел и вот так просто взял, две песни послушал. Милые, нежные песенки поют какие-то спокойные. У нас у многих церквях более бурные, более роковые. Вот мне показалось, такие наивные. Мне даже ничем достали напоминать наших традиционных церквей. Какие-то поют песенки под гитарку. И подумал, Боже, в мое же сознание вкладывалось, что это зло. И сейчас я смотрю современными глазами, я не вижу там никакого зла вообще. Вообще эта группа, это группа моей молодости тоже. Там всего лишь-то и немного было. Ну, по крайней мере, может быть, вот снова это то, что мы слушали. Там Бонием, Аабба. Да, Бонием выглядела сатанистской группой. Там, и, скажем, я не был верующим. Все поменялось, нам говорили, меня убежали. Мы ждали, что это сатанинское. Я сейчас смотрю, думаю, Боже, это какое-то либеральное, какое-то спокойное, традиционное, извиняюсь. Выглядит очень традиционно. Я даже подумал, вот знаешь, если бы их в церковь посадить, вот так спеть, они звучали бы, их тема песен, очень так, и кто бы сказал, ой, что-то нету драйва, нету вот этого, ну, какого-то движения. Потому что их жанр очень спокойный. А это считалось очень, очень, очень опасной вещью. Это было 20 лет назад? Да. Ну, я думаю, как говорит Виталий, да, это было 20 лет. Сегодня мы больше узнали о святости. Мы имеем представление, что такое святость. Мы учились, приобретая духовный опыт. И в церкви, конечно же, церковь должна подводить людей к пониманию святости. То есть мы говорим о святости, о деленности. Нужно ли нам в церкви, как пасторам, ставить границы? И говорить, это хорошо, это плохо. Сюда не ходи, сюда ходи. Будь так, будь не так. Должны ли помогать людям в гонятелях границы, или верить, что границы сами вырастут? Я думаю, что, уча людей ходить в святости, нужно учить их ценностям, которые являются самоограничивающим фактором в их жизни. Ограничивая их, самостоятельно люди ограничивают себя в жадности, в корости, в гордости, в каких-то таких вот ненормальных вещах, если говорить критериями Слова Божьего. Потому что... Говоря о дресс-коде, я сейчас чуть... Дресс-код, я считаю вообще эту тему не той, которую можно обсуждать. Не должно быть церкви дресс-кода? Я думаю, что если люди святые, они будут одеваться нормально, никакой дресс-код не нужен будет. Они будут одеваться соответственно своей культуре. То есть если они святые, они не будут одеваться. А если церковь будет не святой? Я думаю, святость и дресс-код – это разные вещи. Я думаю, что людей надо учить отношениям с Богом. Они будут видеть Бога в Священном Писании, то, что Он хочет. Я думаю, само мышление людей, оно будет здравым. И человек никогда не будет там одеваться, там пить, там что-то использовать против своего тела. Как-то вот выставлять себя. Я думаю, что это будет излишне для человека. Он будет просто это знать. Я думаю, что если мы будем открывать саму суть святости, это поможет наполниться человеку именно Божьим достоинством, что, соответственно, будет для него критерием отделения от этого мира и посвящения своей жизни Богу. Можно еще сказать? Да. Петр говорил о святости, обращаясь к женщинам, что святость – это не красиво уложенные волосы. Святость – это не внешний вид. Святость – это смиренное сердце. Вот такой должна быть женщина святая. Поэтому я считаю, что святость – это из плоскости другой вообще, не из плоскости внешнего вида. Я думаю, что внешний вид, он обязательно из той области святости, он вылазит, когда то, что есть внутри человека. Мне кажется, что то, что снаружи – это то, что внутри. А если у человека нет внутри, то не будет снаружи. С другой стороны, у нас у детей внутри нет ничего. И мы им вкладываем во внутренность, и иногда вкладываем и во внешность. И мы говорим, сделай так, вот ходи так, и мы ставим границы воспитания детей. Как пасторам, нам нужно, конечно, заботиться о том, что входит в их уши, что входит в их сердце, и также, что снаружи они делают. Может быть, даже вот знаешь, я вот вспоминаю, вот когда ты говоришь об этих моментах, вот когда я принял Иисуса Христа в своё сердце, мне понравились слова твоей матери. Когда мы о каких-то моментах вот таких начинаем говорить, она моему брату старшему говорила. Говорит, я, говорит, не заставляю детей читать Библию, молиться, я, говорит, примером показываю. Я думаю, что если мы в церкви даже вот дресс-код какой-то не устанавливаем, мы своим примером показываем, когда мы отдыхаем, как мы одеты, обуты там и так далее. Потом, когда мы служим, когда, то есть, как мы ведём себя в жизни. Что многие люди, они по-своему так же это возьмут, как добрый пример, и они сделают его так же здравым. Ну что ж, говоря определенными критериями, из нас всех ты самый святой. Если говорить о дресс-код, потому что у нас есть галстуки, которые указывают не туда, куда надо, а у тебя галстука нет. Я, извините, из печатников, поэтому я как бы галстуки не нашёл. У меня галстук снизу. Говоря о подежде. Ну что ж, спасибо вам за участие, интересное обсуждение, пусть Бог благословит вас. Будьте связаны. Спасибо. Муж одной жены тресц, целомудрен, благочестив, честен. Тресц это когда? Всегда или только на службе? Только на работе. Нет, тресц всё время. Честен, странолюбив, принимает гостей. Учителен, не пьяница, не бийца, не сварливый. То есть сварливые, это негативные люди, они корыстолюбивые, алчные, но тих. Подбор служителя очень сложная тема. Как выбрать служителя? Во-первых, на служении немногие рвутся, особенно в последнее время. А если рвутся, то какие-то негативные. Самые активные и сумасшедшие обычно. Не сумасшедшие, но чудные. Сумасшедшие это как бы не так. Люди духовно впечатлительные, я называю так. Супер. Они, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова